ГУПФ ООО Администрация региона представила на рассмотрение собрания депутатов прогнозный план приватизации государственного имущества Ненецкого округа. Согласно законопроекту, государственные унитарные предприятия, такие как Ненецкая фармация, Ненецкая компания электросвязи и Ненецкая агропромышленная компания, могут поменять форму хозяйственной деятельности на общество с ограниченной ответственностью или акционерные общества. О преимуществах преобразований шла речь на заседании Постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике. Преобразование ГУПФ в общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество должно пройти до конца 2017 года. По словам Анастасии Голговской, преобразование государственных унитарных предприятий в ООО предпочтительнее по ряду причин. Во-первых, упрощенная процедура перерегистрации, которая не влечет за собой необходимость выпуска акций, что безусловно экономнее. Кроме того, по своим критериям, ООО относится к сфере малого и среднего предпринимательства. Статус таких предприятий также имеет ряд преимуществ. Меньше проверок контрольных и надзорных органов, ряд налоговых преимуществ. Есть и еще одно. Обществам с ограниченной ответственностью открыт доступ к кредитным ресурсам. ГУПам получить заемные средства в коммерческом банке гораздо сложнее. Когда ГУПы пытаются кредитоваться, то банки, такие как Сбербанк, такие как ВТБ, крупные банки Петрокоммерс, которые на нашей площадке работают, для них форма закрепления имущества на праве хозяйственного ведения, а это именно такая форма у нас в ГУПах, она неприемлема для них. Потому что это имущество не является собственностью ГУПа, это является собственностью округа. И она не принимается в залог. И вот, допустим, тот же самый ГУП, Нианинская промышленная компания, у нее было принято только стадо. То есть получается, что здания, сооружения, активы, которые, как говорите, округ наделял, наделял ту же самую, просто аналогия с электросвязью, те активы, которые есть, они не могут их использовать для получения, допустим, каких-то кредитных ресурсов. После преобразования все недвижимое имущество Ниницкой АПК может стать хорошим гарантийным инструментом для банков. А пока, по словам Олега Белака, это большая проблема для ГУПов, которые хотят развиваться, расширяться и модернизировать свое производство. Не секрет, что сегодня регион ограничен в финансовых средствах и не может вкладывать в предприятие в виде тех же субсидий. Своё веское зав в пользу преобразования высказал и директор Ниницкой компании электросвязи Владислав Песков. С 1 января предприятие будет обязано работать по 44-му федеральному закону о госзакупках. Для НКС его специфика работы в регионе – это будет очень проблематично. Мы изучили вопрос по 44-му закону. Вопросов по связи вообще никаким образом там не упоминаются. Мы провели консультацию в том же Роскомнадзоре буквально неделю назад. Задали им вопрос, а как нам быть, если вдруг с каким-то оператором он не захочет выйти на нас, на этот аукцион и отторговаться, соответственно, и присоединить нас к его сети. Они развели руками и говорят, а мы в принципе не готовы ответить. И для нас это является очень серьезным основанием того, что если вдруг у нас не будет этого присоединения, то Роскомнадзор, соответственно, может прекратить нам лицензию. И мы, соответственно, не сможем оказывать услуги. Свои аргументы в пользу преобразования есть и у Ниницкой фармации. Все три предприятия готовы сменить форму хозяйственной деятельности. От этого им станет только лучше. Стоит отметить, что округ от таких трансформаций ничего не потеряет. Напомню, сегодня ГУПы платят прибыль в казну региона в размере 25%. После преобразования эти параметры не уменьшатся. ОАО будут отчислять не менее четверти от прибыли, акционерное общество – четверть полученных дивидендов. Кроме того, доля участия округа или доля акции округа в управлении предприятиями будет равна 100%. Впрочем, несмотря на аргументы представителей администрации и руководителей предприятий, не всех депутатов удалось убедить в целесообразности предлагаемых решений. «Президент Российской Федерации на последнем форуме сказал очень четко – приватизация предприятий, вот очень тщательно надо смотреть любую попытку приватизации предприятий. Поэтому мне хотелось бы полностью понимать, и Наталья Александровна совершенно права, они бы отчитались перед нами, мы бы поняли, какие их проблемы возникли. Проходили мы все это, коллеги, уже не раз. Поэтому я лично против этого закона». По итогам комиссии было решено вынести вопрос о преобразовании ГУПов в общество с ограниченной ответственностью на рассмотрение сессии 30 ноября для принятия в первом чтении. Окончательное решение о приватизации предприятий депутаты должны принять до конца 2016 года. Ирина Цепетова, Вадим Стасёк, Телеканал «Север». Продолжение следует...